приветствую зрителей канала у своих экранов хочу поговорить о этой модельки в руки она попала ко мне совсем недавно я никакой не мастер ножевого боя но кое-что скажу об этом ноже потому что тема именно об этом это кинжал мы знаем самые страшные ранения колющие длина клинка здесь страшная взял я его у одного товарища честно говоря не понимаю зачем этот нож в его коллекции ну да ладно забегая вперед скажу сразу если вы выбираете себе единственный нож фикс и вы никакой не убийца не киллер и так далее то этот нож вам не подойдет несмотря на то что здесь используются хорошие материалы сталька ус восьмая кротон очень удобная рукоять конечно же это жирный плюс все равно геометрия клинка здесь она менее удобная чем таких допустим распространенных ножах и дешевых как мора и так далее ножей где вогнутые спуски по продуктам питания этот нож менее удобен то есть если вы хотите единственный нож этот кинжал не берите для фикса здесь немножечко подправлен угол заточки таким образом сейчас нож режет довольно неплохо хлебушек я пробовал давайте поговорим немножечко о клинке сразу мы видим сверху серрейтор снизу plane здесь и внизу равная по длине насечка довольно цепкая кончик здесь тоненький и может он может обломаться поэтому нужно быть аккуратным в середине есть утолщение таким образом эта конструкция укрепляет сам клиночек но опять же повторюсь кончик может обломаться давайте потихоньку перейдем к рукояти это именно самая приятная черта этого ножа материал здесь кротон несмотря на то что рисунок не крупный сцепление очень уверенная очень приятно вообще сам нож держать в руке вы знаете ощущение как будто нож прилипает к ладони хват довольно уверенный несмотря на то что нет гарды здесь нож сидит очень удобно и крепко но все-таки конечно же риск того что пальцы слезут на лезвия есть хорошо напоминаю есть насечка сантиметра 3 почти длиной по фехтовальному хвату вот если вот так держать если они ошибаюсь не очень удобно как-то если брать отверточным хватом может быть я ошибаюсь напишите вот так удобнее намного теперь дальше обратный хват очень хорошо очень хорошо необычно хорошо почему мы видим хвосту рукояти утолщение подобно груши как сказал один человек в обзоре этого ножа и это расширение хорошо заполняет ладонь этим хватом особенно если хвостом упереться об фаланги пальцев все это уже бескомпромиссный хват такой может я чуть неправильно держу но в принципе я понимаю чувствую очень хорошая рукоять еще раз говорю ну просто липнет 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 она к руке и никуда она не выскользнет я так думаю давайте поближе покажу надпись есть отверстие небольшое под темлячок то есть ножик он довольно длинный еще раз говорю это кинжал соотношение рукояти и клинка мы видим данном случае клинок длиннее вот толщина клинка около трех думаю не больше кому интересно посмотрите характеристики все так по ножнам друзья значит это не родные изначально были нейлоновые кому интересно примерно такие же как усога сил пап у меня есть обзор этого ножа на канале кто-то привыкает к ним кому они изначально не нравится пересиливать себя пользуется дальше все таки потом в них влюбляется есть такие люди а есть те которые не хотят ничего терпеть и делают на заказ вот такой как и сделал мой товарищ ну и в данном случае им очень нравится все удобно я честно говоря по этим ножам не очень не увлекаюсь фиксами вот но когда бывает возможность обязательно рассказываю может когда-нибудь появится возможность забить весь дом ножами я только с удовольствием буду вам больше рассказывать но пока я все-таки по складным ножам вот увлекаюсь но фиксы некоторые мне тоже очень нравится но данный нож таким не является потому что вернемся к началу это нож убийца а с убийцами я не дружу но рукоять друзья вот это такую форму думаю не мешало бы применить на тех ножах которые часто мы используем в походах здесь поудобнее чем на море рукоять ну ладно ладно друзья всем удачи пока живите мирно не носите кинжалы носите баллоны а лучше носите собой любовь сердце и здравый смысл все всем пока удачи дождик на улице дождик на улице